Время новостей на телеканале Жебек Жулы. Астана 10 марта. Неделя близится к завершению, а вот официальная повестка по-прежнему насыщена. Чем запомнилась пятница, расскажут наши корреспонденты и гости студии. Сурдоперевод Багдаулет Кошбанов. Я, Любовь Басхаева. И сегодня в выпуске. Расширение Карачаганака. Президенту доложили, как будут наращивать объемы добычи черного золота на крупнейшем нефтеконденсатном месторождении Казахстана. Политическая активизация. Как проходит последняя перед парламентскими выборами неделя. Обзор наших корреспондентов. Казахстанские школьники в Майкрософт. Грант на полмиллиона долларов выиграли молодые новаторы из Астаны. На что они готовы их потратить? Инвестиции в сельскую молодежь. Что хотят изменить в концепции школьного образования казахстанские бизнесмены? Касым Жумар Тукаев принял ректора Казахского национального университета имени Альфараби Жансиита Тумибаева. Ректор казну доложил президенту о развитии Альма-Матер, в котором на сегодняшний день обучается свыше 24 тысяч студентов, включая почти 3 тысяч иностранных. В прошлом году казну отремонтировали сразу несколько корпусов, лабораторий, а также студенческие общежития. Подняли и заработную плату преподавателей. На данный момент в университете реализуют 542 образовательные программы. По итогам 2022 заключено свыше 30 договоров с ведущими университетами мира. Кроме того, в собственность вуза вернули два земельных участка. Касым Жумар Тукаев отметил важность дальнейшего развития университета, в частности, укрепление его международного статуса. Касым Жумар Тукаев Порядка 9 миллиардов баррелей конденсата и 48 триллионов кубических футов газа – таковы запасы углеводородов на Карачаганаке. Это газоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире. В прошлом году мы добыли около 10 миллионов тонн нефти, которая в основном идет на экспорт. Но мы также производим значительное количество газа, который в конечном итоге возвращается в Казахстан для внутреннего использования. В ближайшие годы тут запланировано строительство компрессоров, обратной закачки и рециркуляции газа, а также реализация других производственных объектов. С этими и другими проектами по расширению месторождения во время визитов в Западный Казахстан ознакомился Касым Жумар Тукаев. Там, где есть производство, всегда будет спрос на оборудование и детали для него. Petrol Wales Казахстан – единственное предприятие в стране по производству высокотехнологических клапанов. Пока компания собирает их из европейских деталей. Однако с 2024 года объемы производства должны вырасти до 3500 клапанов в год с местным содержанием в 75% и выше. Почему мы говорим 75% в конце будет местным содержанием? Потому что, к сожалению, у нас в Казахстане сырье данное сырье, не льется. Или есть сырье, но не соответствует по стандартам Американ Петрольный институт или АСМИ, которые наши вот эти три больших месторождения разработаны и введены в эксплуатацию. Но это только пока. В будущем планируют решить и этот вопрос. Каждый работник на таком предприятии – высококвалифицированный специалист. Ну а тем, кто пока не смог найти свое призвание, с поиском помогают. Как здесь, в Молодежном ресурсном центре. Тут президент встретился с молодыми активистами региона. Мы будем поддерживать молодежь. Верим в молодежь. Это мое кредо. Действительно. Вот мы ехали в машине, и я говорил, что не нравится молодежь, которая трудится. Молодые люди поделились с главой государства своими достижениями и успехами. Каждый из них знает, что любовь к родной земле начинается не с красивых слов, а с реальных дел. И внести свой вклад в успешное будущее Казахстана вполне реально. Более 6 миллионов тонн нефти в год могут отгружать представители Кастр-Ансуэла через порт Актау. Сегодня об этом заявили специалисты компании. По их словам, цистерны уже на подходе. Оттуда казахстанское сырье через Азербайджан отправят напрямую в Европу. Напомню, ранее через морской порт планировали прокачивать полтора миллиона тонн тенгийской нефти. Однако из-за землетрясения в Турции отгрузка не произошла. Рассказали в компании и о планах по экспорту черного золота в Германию. В этом году через трубопровод «Дружба» готовы дополнительно транспортировать 5 миллионов тонн. Подвели в компании итоги работы. За прошлый год уменьшились объемы транспортировки нефти. Всего реализовали свыше 40,5 миллионов тонн. Одна из причин снижения добычи. Чистая прибыль Костронсойла снизилась более чем в 60. В денежном эквиваленте это порядка 20 миллиардов тенге. Эксперты финансового рынка улучшили прогнозы по курсу национальной валюты. Согласно их ожиданиям, к началу апреля доллар стоит 439 тенге 60 иин, а в горизонте одного года составит 470 и 60. Напомню, в феврале наша валюта укрепилась более чем на 3%. Причем внешние факторы этому явно не способствовали. Индекс доллара отыграл январское падение. Валюты развивающихся рынков ослабли. К американцу в среднем на 2%. Сложившийся в Казахстане курс в Национальном банке связывает с несколькими факторами. Это прошедшая в минувшем месяце крупная налоговая неделя. Квазигоссектор продал на валютном рынке 295 миллионов долларов. Из Нацфонда для обеспечения трансферта в бюджет поступило 590 миллионов. Отмечу, в марте для этих целей планируют продать еще около 850 миллионов долларов. Это один из наиболее высоких показателей за последнее время. Опубликованные сведения также поддержали курс в начале марта. Однако волатильность сохраняется. К примеру, сегодня на торгах кассе нацвалюта подешевела к американской почти на 6 тенге. Официальный курс Нацбанка на завтра, 11 марта, составит 445 тенге 98 тинов за доллар. Весной этого года завершится международный аудит компании «Арселор Миттл Тимиртау». Об этом сообщили представители Министерства труда и соцзащиты населения в кулуарах общественного совета фонда «Самрук Казына». По словам чиновников, проверят предприятия на безопасность труда, а также проведут профилактику ЧАЭС. В целом, безопасность труда стала главной темой обсуждения сегодняшнего заседания общественного совета. «Самрук Казына» заверили, количество травматичных случаев на их предприятиях сократилось на 16%. А это в общей сложности 250 организаций в нефтегазовой отрасли, энергетике, железнодорожной сфере, коммуникациях и строительстве. Наш анализ показывает, что именно несчастные случаи попадаются уже работники со стажем, стажем, который имеет опыт более 10 лет, 15 лет и так далее. Но это говорит о том, что человек уже иногда своим профессионализмом, то есть зная то, что он делает каждодневную работу, профессионализм забывает маленькую мелочь. В Сирии зафиксировали вспышку опасного заболевания. По официальным данным, свыше 55 тысяч человек заразились холерой. 26 человек погибли. В стране объявили о массовой вакцинации от заболевания. Причина распространения инфекции – грязная вода. Медики предупреждают, болезнь очень быстро распространяется. Основные симптомы – повышенная или пониженная температура тела, озноб и рвота. В казахстанском Минздраве заверили, в нашей стране эпидситуация стабильная. Последний случай заражения холерой врачи выявили в 2019 году у туристов из Индии. У нас проводятся профилактические работы. Исследуется вода открытых водоемов, но по достижении температуры плюс 16 градусов. Потому что в менее низкой температуре холерный вибрион не выживает. Обследуется декретированный контингент. Декретированным контингентом являются все приезжающие из неблагополучных стран по холере, студенты из неблагополучных по холере стран, пациенты психоневрологических диспансеров. В Алматы до конца этого года сдадут в эксплуатацию Национальный научный центр инфекционных болезней. Центр оснастят передовым медицинским оборудованием. На его базе будут проводить клинические исследования. С ходом его строительства сегодня ознакомили премьер-министра Алихана Смаилова, который находится в мегаполисе с рабочим визитом. Глава правительства посетил крупные промышленные предприятия и встретился с резидентами городской индустриальной зоны. В ходе рабочей поездки глава правительства посетил завод Hyundai Transalmaty. Предприятие было запущено в рамках меморандума о сотрудничестве с компанией Hyundai Motor Company. В 2011 году и на сегодняшний день стало одним из лидирующих машиностроительной отрасли. Также главе правительства рассказали о ходе строительства нового комплексного медицинского центра, который расположен в Алатауском районе. Здесь планируется проведение клинических исследований, обучение студентов, резидентов, переподготовка специалистов по инфекционному, в том числе в тезиатрическом профилю и не только. Специфика данного медицинского центра – это инфекционные заболевания по различным профилям. Здесь будут применяться уникальные технологические решения, связанные с регулировкой градиента давления, связанные с управлением воздушными массами. То есть все, что связано с биобезопасностью, будет соответствовать самым лучшим международным критериям. Центр будет оснащен самым современным передовым диагностическим оборудованием – аппаратами компьютерной томографии, магниторезонансной терапии, рентгенографии, эндоскопии. Мы поставили вопрос сегодня перед премьер-министром о необходимости подготовки кадров уже по линии Министерства здравоохранения и получили соответствующую поддержку со стороны Акимата города, со стороны правительства в части передачи объекта и строительства инженерно-технической инфраструктуры. Объект будет сдан в эксплуатацию уже в конце этого года. По окончанию строительства будет создано более тысячи рабочих мест. Семь активных дней осталось у кандидатов депутаты Мажелиса и Маслихатов на то, чтобы донести свою предвыборную программу до потенциального избирателя. Уже сегодня в 21.00 в прямом эфире телеканала КТК пройдут теледебаты, в которых примут участие представители семи политических партий. И у нас на связи наш политический обозреватель Кунсая Курмет. Кунсая, добрый вечер. Известны ли участники дебатов? И самое главное, стоит ли казахстанцам ожидать горячих дискуссий? Добрый вечер, Любовь. Да, имена участников уже известны. Через полтора часа в дискуссию вступят Айдо Сарым от партии Аманат, Дания Аспаева от партии Ахжол, Жигули Дайрабаев от партии Аул. От лица эко-партии в Байтах будет выступать Айнур Сабитова, Ермухан Иртаспаев от партии НПК, Динара Шукижанов будет защищать интересы республики и Асхат Рахимжанов от ОСДП. Общество бурно обсуждало последние теледебаты, где участники были очень активны и даже порой эмоциональны. И если предыдущие теледебаты прошли без женщин, то сегодня их будет три. Поэтому политологи ожидают, что диалог сложится более уважительно и конструктивно. Станцы уже знают, где будут голосовать. Всем нам приходят на мобильные телефонные смски с адресами избирательных участков. Скажите, Кунцая, а как же будут голосовать наши соотечественники за рубежом? Да, казахстанцы, находящиеся за пределами страны, смогут участвовать в выборах депутатов. Так, в 62 странах мира откроется 77 избирательных участков. Голосование начнется в 7 утра и закончится в 8 вечера по местному времени. Кунцая, скажите, есть ли информация, какое количество международных наблюдателей будут мониторить парламентские выборы? Да, сегодня на брифинге вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко объявил, что порядка 400 наблюдателей от УБСЕ приедут на выборы в Казахстане. И в завершении подскажите, что же говорят политологи о предвыборной гонке? Политологи ожидают, что голосовать казахстанцы будут активно, потому как в предвыборной гонке много новых лиц, молодежи, используются разные современные методы политтехнологии. К тому же в прошлые парламентские выборы в 2021 году количество избирателей было порядка 11 миллионов человек, а в нынешнем году потенциальных избирателей 12 миллионов человек. Также, по мнению экспертов, данный электоральный цикл пробудил гражданскую активность общества. Как это отразится на работе и на составе будущей палаты парламента, нам рассказали политологи. Активность способствует тому, что и политические партии должны будут более активно проявлять свою позицию в парламенте, защищать интересы населения для того, чтобы в будущем пройти в парламент. Такое количество разных депутатов, которые пройдут по одномандатным округам, это говорит о том, что эти люди обладают определенным своим экспертным мнением, своими идеями и идеями, которые будут бороться в парламенте. То есть это будет больше дискуссий, больше, возможно, даже споров каких-то. И, соответственно, предполагается, что в спорах будет рождаться истина, и, соответственно, будут более качественные законы. Спасибо, Кунсая. Есть ли вам что еще добавить? Хочется добавить, что кандидаты фактически у финишной прямой. Предвыборная гонка закончится ровно через неделю. 18 марта – день тишины. 19-го потенциальные избиратели сделают свой выбор. А мы будем освещать ход событий в прямом эфире телеканале «Жбек Жолая». На этом у меня все. Любовь, слово вам. Благодарю вас, Кунсая. Спасибо. Казахстан выдвинул свою кандидатуру в Совет Безопасности ООН. Об этом сегодня в ходе встречи, посвященной 30-летней годовщине работы ООН в Казахстане, сообщил первый заместитель министра иностранных дел нашей страны Кайрат Умаров. Я напомню, Казахстан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2016 году. Это, по словам дипломатов, стало одним из признаков международного признания вклада Астаны в общую повестку работы Совета. Казахстан также становится глобальным центром для диалога религиозных центров и цивилизации, подчеркнул Кайрат Умаров. Стартап-проект учеников Республиканской физико-математической школы Астаны стал обладателем гранта от компании «Майкрософт». Арсен Калышбек и Владимир Борзенков выиграли 550 тысяч долларов. Их проект, как признаются сами школьники, разработан на основе искусственного интеллекта. Арсен и Владимир сегодня гости нашей студии. Ребята, причем в нашей студии не просто ученики РФМШ, а целый президент школы и министр цифровизации, если не ошибаюсь. Я поздравляю вас с успехом. Расскажите, пожалуйста, о чем ваш проект и как вас заметили в «Майкрософт». Здравствуйте. Спасибо, что пригласили нас. Да, в целом наш проект VOOC — это генератор и конструктор веб-сайтов на основе искусственного интеллекта. То есть любой пользователь, это неважно, какой у него есть опыт в сфере IT-разработки, может, если у него есть идея, разработать полноценный сайт для себя. То есть по текстовым запросам в формате общения с искусственным интеллектом в чате можно создать полноценный сайт. То есть сделай мне сайт для такого-то сервиса, сделай мне там такие определенные цвета, используй определенные шрифты, и он может полноценный сайт выдать в течение нескольких минут. Можно я уточню? Я правильно понимаю, вашим сайтом может воспользоваться и школьник начальных классов, и, к примеру, бабушка, которая пользуется только кнопочным телефоном. Это все будет под силу с помощью искусственного интеллекта? Да, безусловно. Единственное, что необходимо, это просто грамотно расписать, что человек хочет. Если он хочет в магазин по продаже, допустим, горшков для цветов, можно написать «Создай мне, пожалуйста, веб-сайт для продажи таких-то и таких-то изделий», используя такие-то и такие-то цвета и так далее. Человек ждет пару минут, и у него все состоится. Вы подчеркиваете «пожалуйста», значит, есть какая-то определенная культура вашей программы. Да, да, все верно. Мы продвигаем культуру мира во всем мире, продвигаем культуру вежливого общения. То есть должно быть уважение. То есть, по сути, клиент, общающийся с искусственным интеллектом, он общается с разработчиком. Общается с… это все равно, что с тем же самым человеком, который разрабатывает сайты. Поэтому мы продвигаем вот нашу культуру, чтобы люди общались вежливо с искусственным интеллектом, который на него как раз-таки работает. И чем вежливее ответ, чем приятнее и уважительнее запрос, тем вежливее, тем круче получается результат, тем лучше сайт. Если постоянно подбадривать нашу нейросеть похвалами или текстами о том, какой он хороший разработчик, лучший в мире дизайнер, результаты действительно становятся лучше. Забавно. Скажите, пожалуйста, география покрытия этого проекта. Какова на сегодняшний день? На данный момент мы собираемся запускать нашу бета-версию и будем ее дальше улучшать. И нацелены на развивающиеся стартапы и малый бизнес, который только-только начинает. И ищет какое-то IT-решение, какой-то небольшой сайт для их бизнеса. Вот это будут те, на кого мы будем делать основной упор именно на данный момент. Я правильно понимаю, вы школьники, без пяти выпускники, но уже фактически зарабатываете на своих каких-то профессиональных качествах? Да, да, все верно. Я сам сраживался в различных компаниях, выполнял различные заказы по созданию сайтов пару лет назад. Ну да, в целом мы стараемся даже не заработать, мы стараемся получить опыт. Мы какие-то свои собственные проекты разрабатываем, мы учимся в интернете, различные материалы изучаем сами. Мы делаем упор на знания, не на заработок. Цена вопроса. Кому будет доступна эта программа? Сколько будет стоить? Всегда будет доступна бесплатная версия. Она будет, конечно, не такой хорошей, как Pro-версия, но любой человек сможет попробовать и увидеть, что это такое, чтобы лучше определиться с тем, нужно ему это или же не нужно. Если вернуться к теме Microsoft, что покрывает этот выигрыш, вернее, грант? На какие цели вы можете использовать эти средства? На любые сервисы, в которые Microsoft когда-либо инвестировал. Это от банковского сектора до серверов обычных. То бишь бухгалтерский учет, менеджмент и все прочее. Вы получили грант. Дальнейшие действия у вас какие? Что вы делаете? Используя этот грант, мы ускорим свой запуск, который состоится уже на следующей неделе. Несколько месяцев у вас будет пилотный проект, правильно? Да, все верно. И пользователи, которые оставили свои данные в листе ожидания, получат ранний доступ к этому всему, а также бесплатную версию с момента нашего официального запуска. Расскажите, пожалуйста, как в школе отреагировали на ваше ноу-хау, как вас поддерживают или не поддерживают дома и в школе? Поддерживают везде. Особенно школа. Она нас поддержала всем, чем могла. Особенно расположение, где мы сейчас учимся. РФМШа ренует место в экспо. То есть мы учимся в помещении МФЦА. И прямо за окнами у нас Астана Хаб. Самый инновационный центр нашей страны. И просто находясь в таком месте, мозг работает совсем по-другому. Вы видите людей в костюмах, которые делают реальные крутые инновации. Видите серьезных, богатых людей, известных людей. Можно с ними пообщаться. Успешных, очень успешных, известных людей, с которыми можно просто пообщаться, набраться какого-то опыта, задать любой вопрос. И вот в такой обстановке мы способны творить что-то серьезное, масштабное. И в завершении поделитесь ближайшими планами вашими. Мы подаем на Y-комбинатор. Это лучший в мире акселератор стартапов. Он находится в Кремниевой долине, в Калифорнии. И общая капитализация всех стартапов, которые когда-либо проходили эту акселерацию, составляет 1 триллион долларов. Это самая лучшая программа, где можно получить лучший опыт в мире, которого не получишь нигде. И это будет точкой роста, где можно масштабировать и выходить на международный рынок. Ребята, телеканал ЖБЖУЛ желает вам успехов. Мы вами гордимся. Большое спасибо. Спасибо вам. Мы продолжаем выпуск. Первый кабинет робототехники нового формата открылся в сельской школе Акмолинской области. На современный комплекс из фонда «Казак Халкена» выделили более 3,5 миллионов тенге. Теперь местные школьники, благодаря современному оснащению класса информатики, смогут углубленно изучать основы программирования и робототехники. Новый кабинет рассчитан для школьников первых-шестых классов. Здесь ученики будут расширять свои знания по программированию мехатроники и электротехники. А пока сельские учителя сами повышают квалификацию. Новое современное оборудование требует определенных навыков. Мы не только поставляем оборудование, но мы запускаем в целом образовательный процесс, включая в это понятие учебно-методический комплекс и подготовку педагогического состава. Мы надеемся, что такой комплексный и системный подход позволит нам уже в ближайшее время получить детей, чьи навыки и компетенции в сфере современных технологий позволят стране суверенно смотреть в будущее. Современный кабинет расширит возможности процесса обучения, как в теории, так и на практике. Класс оснащен всем необходимым оборудованием. Новая цифровая техника и конструкторы позволят детям создавать свои разработки. Занятия планируют вести поэтапно и комплексно, включая написание программы и ее реализация в виде робота или другого изобретения. За этим проектом мы видим очень большую перспективу. Мы видим перспективу, что сейчас этот проект касается детей шестых-восьмых классов, что они будут осваивать через робототехнику программирование. Программирование – это профессия не то что будущего, это профессия настоящего. К новому учебному году в Казахстане откроют кабинеты робототехники в 161 районной школе и 28 учебных заведениях моногородов. На их реализацию фонд «Казахстан-Хохана» выделит около 700 миллионов тенге. Айгерим Бегенова, Алмаз Адвокасов, Акмолинская область, Жебек Жолы. Со следующего года дополнительное образование в школе «Канат» для поступления в ведущие вузы страны и мира получит большее количество сельских школьников. Такую возможность учебному заведению представила группа компаний «Фридом». Холдинг вложил 2,5 миллиарда тенге в строительство нового кампуса. Что это даст, узнал Бахтияр Даркеев. Поступить в высшую школу «Айканат» задача не из простых и ела не только в уровне подготовки. Ее создавали для поддержки талантливых детей из аулов. Причем программа обучения предусмотрена только для детей из 10-х и 11-х классов. Ежегодно в конкурсе на получение гранта участвуют тысячи подростков со всей страны. К сожалению, проходят не все. Возможность учиться в школе, позволяющей в будущем с легкостью поступать в лучшие вузы страны и мира, пока имеют 300 человек. Я училась в обычной сельской школе, и вот у нас не было таких подготовок. И вообще вначале я не знала об этом школе, ничего не знала. И просто мне сказали, вот и участвую в Олимпиаду Бахтанат, чтобы поступить. Там мы задавали примерно 60-х вопросов логики на где-то 30 минут. Вот, это было сложно. Сама подготовилась к этому Олимпиаду, и вот прошла. Впрочем, про детей, которые не смогли пройти конкурс, не забывают. Для такой категории ребят есть специальная бесплатная онлайн-программа обучения для поступления в ВУЗ. Она же позволяет пройти двухнедельную программу подготовки в стенах школы. Со следующего года дополнительное образование в Айканат станет еще доступнее. Группа компании Freedom выделила 2,5 миллиарда тенгена строительства нового кампуса для учебного заведения. В нем будет планетарий, амфитеатр, библиотека на 7 тысяч книг. Он же позволит принимать еще свыше 500 детей для получения новых знаний. Мне очень понравилась идея, мне очень понравилась проработка самого проекта. Мне понравилось, что это действительно выглядит очень правильным с точки зрения моего представления об образовании. И уверен, что благодаря тем нескольким сотням детей, которые смогут учиться в этой школе, и тем десяткам тысяч, которых это сможет вдохновить, мы сможем получить лучшее будущее для всей нашей страны. К слову, Тимур Турлов с 2019 года является попечителем учебного заведения. А еще руководитель инвестиционного фонда активно поддерживает сельских школьников из Казалардинской, Паводарской, Туркестанской областей, а также ЖТСО. Бахтияр Даркеев, ЖБКЖЛА, Акморинская область. Больше чем любовь, кинокартина о вечных добродетелях, близости традиций и ценностей грузинского и казахского народов вышла в широкий прокат накануне. Кинематографисты уверены, что фильм станет началом плодотворного сотрудничества на международном уровне. Как создавали фильм, Айман Кальмульдина расскажет подробнее. Примера совместного труда казахстанских и грузинских кинематографистов фильм «Больше чем любовь» в Алматы собрала много ценителей хорошего кино и прошла с успехом. Однако, как вспоминают создатели фильма, с трудностями в ходе съемочного процесса им все же пришлось столкнуться. Съемки проходили в условиях пандемии, приходилось во многом импровизировать на ходу, а вот актеров на главные роли отобрали практически сразу. К сожалению, для мэтров кинематографии Фархата Абдраимова и Вахтанга Кикавидзе эта картина стала последней. В непривычном для себя амплуа выступил исполнитель главной роли Шарип Серик. Впервые зрители увидят полюбившегося артиста в роли романтического героя. Для грузинского актера Ильи Чхаидзе работа в фильме стала дебютом. Когда я познакомился с очень многими звездами из Казахстана, они мне очень много чего научили в виде актерства. В фильме я играю такого, так скажем, персонажа, который постоянно ищет себе невесту и хочет себе найти настоящую любовь. Потому что тогда еще, ну, при войне мой дед обещал своему лучшему другу, что если у него будет там сын, то он должен жениться на казашке. События в кинокартине разворачиваются во время Великой Отечественной войны ценой своей жизни казахстанский солдат Бахджан спасает грузинского военнослужащего Вано. С этого момента спасенный разведчик дает обещание породнить детей. Однако клятву дедов придется выполнять внукам. Романтическая комедия «Больше чем любовь» — это история о настоящей дружбе, любви и ответственности за данные обещания. А еще о близости традиций и ценностей казахского и грузинского народов. Добрый, теплый фильм, который нам всем покажет, что есть дружба народов, есть дружба людей, которые народы объединяют. И то, что казахи и грузины, мы казахи, может быть, азиаты, грузины и кавказцы, но мы очень похожи с семейными ценностями, юмором, традициями, дружбой, застольями и большой душой широкой. Кинематографисты уверены, что эта картина — лишь первая ласточка. В ближайшем будущем планируется создание еще ни одной совместной работы Тайман Каймульдина, Ерик Керемкулов, Алматы, Жбек Жолы. Такой пятница запомнилась нашей службе новостей. Я желаю вам хороших выходных. Эфир продолжит информационно-аналитическая программа «Жана Уакет». Ануар, Кайлы Кейш, сезыз индей.